Послушайте, этих вот украинцев, их же еще 24 февраля, но я думаю еще и раньше, их отправили в Америку, их там накололи какими-то вакцинами, им там вживили какие-то чипы и они стали какими-то нано-бойцами, ребят. Вот смотрите, вот вначале мы же побеждали, а потом эти бендеровцы вернулись с Америки, их там обучили, их там научили, притом их обучили так, что просто, понимаете, они там просто, и даже было там, даже сам этот, скажите, палочкой махал, как его, блин, забыл этого актера, не актер этот фильм, еще даже про него сняли, Питер Пен или как его? А, Гарри Поттер. Гарри Поттер их обучал магии, да, Гарри Поттер их там обучал магии, Гарри Поттер лично с ними проводил вот эти вот обучающие курсы по магии, они там летали на метлах, они там просто творили чудеса, ребят, они вот этими глазами, они просто все разрушают, они взгляд разрушающий, потому что даже, я говорю, самого Гарри Поттера призвали к их обучению, это вернулись какие-то, я не знаю, как их назвать, понимаете, такого еще, такой сущности еще такой не придумали, которой они вернулись. И теперь они опять начались коллективно, вот этот разум, они начали всех заражать, заражать по ходу, понимаете, вот этим вот магией, потому что если бы не Гарри Поттер, то никто с Херсонов не ушел. Ну так, поэтому наша власть и объявила, что последнюю спецоперацию это сатанизация. Да, 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 потому что разведка донесла, что обучал Гарри Поттер, пришел на обучение, потому что я тебе говорю, там что-то невероятное в этой Америке, они приехали, как я не знаю, что... Кто на стороне сатаны мы знаем, посмотрите на лицо этого мелкого беса. Фальсификации, подмена понятий, манипуляции общественным сознанием и обман дорого обходятся. У нас же украли деньги, 300 с лишним миллиардов евро, просто взяли и украли. Мы делаем, единственное, что мы можем делать в этой ситуации, мы бомбим. Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Мы бомбим каждый день, бомбим инфраструктуру. Ребята, идите садитесь на переговоры. Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, она уже сегодня, на сегодняшний день весьма непростая. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых решений. К сожалению, мы тоже помогаем украинцам. Я вот просто специально зачитаю вам. Небось, айфон... Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области дает военно-тактическое преимущество вооруженным силам России. И? Кого цитируете? Я? Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области. Вот и все. Вот это вот еще один аргумент. Сальдо. Это краса еще один аргумент украины. Слава России! Мы обращаемся к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и министру обороны Шойгу Сергею. Мы, матери, жены, отцы и родственников, мобилизованных из республики Хакассии, Алтайского края и Кемеровской области, просим вас оказать содействие в решении проблем, возникших у наших бойцов в зоне СВО. В сентябре 2022 года наши мужчины были мобилизованы и направлены на полигоны города Омска, где их прикрепили к воинской части 95-381. В городе Омске они должны были проходить обучение согласно своим воинским специальностям. С октября по ноябрь 2022 года обучение проводилось формально. За два месяца нахождения на полигоне оружие в руки они брали только для того, чтобы почистить. На полигон вывозили всего несколько раз. В ноябре 2022 года их отправили в пункт временной дислокации в поселке городского типа Советский Республики Крым для боевого сглаживания и достижения высокого уровня готовности подразделения к совместным содействиям. Но опять же, только по бумагам. С ноября 2022 года по март 2022 год строили себе жилье, копали окопы, ходили в наряды охранной территории. На полигон выходили раз в неделю, расстреливали по автоматному рожгу и возвращались к расположению. В конце марта их вывезли на полигон в Керчи, где провели недельное обучение по штурму. 5 апреля 2023 года мобилизованных в количестве 501 человек посадили в КАМАЗы и увезли на территорию ЛНР без офицерского состава, где два дня они проходили огневую подготовку под управлением музыкантов ЧВК «Вагнер». Затем 10 апреля 2023 года их перевели в пункт временной дислокации в ДНР на базу 60-ю ОДШ БР «Ветераны», где разместили в палатках, которые они в течение нескольких дней просто обустраивали. Военные билеты при этом забрали несколько дней, частично вывозили на полигоны и проводили огневую подготовку. 20 апреля 2023 года наши мобилизованные родственники находились абсолютно без связи. Информация о том, где они находятся, что с ними, узнать не у кого. Так как известна принадлежность их к какой-либо воинской части, где она расположена, кто командующий этой частью. 12 мая появилась первая обвесточка от наших бойцов. Они сообщили, что находились на первой линии боевого соприкосновения на Бахмутском направлении в составе штурмовых бригад. Связи не было. Представляете, кошмар. Обеспечения не было. Командования не было. На штурм они ходили с подразделениями. Музыкант, рысь, сибирь, волки. Неподготовленные должным образом. Не обученные, мобилизованные. Выполняли задачи специальных подразделений. Без поддержки тяжелого вооружения. С автоматами на танк, говоря простым языком. До настоящего времени не все взводы вернулись в расположение ОДШБР-ветераны. Сколько потерь и сколько раненых не сообщается. Родные не могут получить ответ, где их близкие. Начиная с 21 сентября. Огромное количество россиян. Еще раз, я хочу, чтобы вы все это услышали. Страшно. Возмутились. Озлобились. Просто страшно. Но, но, они выступают не против войны. Они выступают против мобилизации. То есть, если бы их не трогали, то воюйте дальше. Вот и все. Вот это окончательный приговор гражданскому обществу. То есть, их интересует только, собственно, задница. Диван. Диван. Подскорождаем. Диван, да. Парни, вернувшиеся на базу, говорят, что они вышли из ада. Контузия практически у всех. Раненых и погибших очень много. Через несколько дней парней снова хотят закинуть на штурм. Что примечательно, 60-е ОДШБР-ветераны отчитываются только о потерях своего подразделения. Наших мобилизованных мужчины не берут в расчет вообще. Из 501 человека вернулись всего около 130 мужчин. А по данным ветеранов, потерь нет. Потерь в вооруженных силах России нет. Два взвода потеряны. Никто не знает, где они находятся и что с ними. У нас даже появился термин такой «избыточная смертность». Со слов мобилизованных их отправляют на первую линию соприкосновения. Хотя они только-только вернулись в боевого задания. Перед отправкой парней окружили с автоматами ветераны. Мужчины не смогли отстоять и их увезли в неизвестном направлении. Также со слов ветеранов, наши мобилизованные парни были купленными ими за 25 тысяч рублей за голову. Тупоголовых, наглых сторонников нацистской, продажной, подлой Украины. Поэтому они имеют право отправлять их, куда им вздумается. Самое интересное, что ветераны с ними на боевые действия не ездят, помощь не оказывают. Это бизнес. Мы просим вас посодействовать нашим бойцам, чтобы они вышли не на первую, а на третью и четвертую линию обороны. После объявления мобилизации министр обороны давал комментарии о том, что никто из тех, кого сейчас призывают, для линии фронта не предназначен. Сколько эта трагедия может продолжаться? Сколько еще можно это терпеть? Они не идут воевать. Они идут заменить тех солдат-контрактников, которые подготовлены и обучены. Они не идут воевать. Они идут заменить тех солдат-контрактников. Они их заменят на третьей-четвертой линии обороны, на традиционной российской территории, плюс будут исполнять те территориальные функции, которые до этого исполняли контрактники. Никто, кроме контрактников, воевать не должен. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова